да 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 реально я выиграю так ребята стоп 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 глядя на экран вы наверное не понимаете что происходит сейчас в данный момент я вам расскажу такую небольшую историю наверное о заветной мечте с самого детства будучи когда еще маленьким был на каком-то маленьком достижении которого я также желал еще с детства в этом видео мы поговорим о моей любимой серии игр и о том что я хотел либо в них достичь каких-либо достижений целей или превозмочь самого себя а меня зовут илья вы на канале берсек и мы начинаем поехали итак уже вечером на часах 22 44 чтобы вы понимали вот и я только дописал сюжет я везде него писал к видосу в голове то она есть но надо выложить вам сюда итак начнем с предисловия 2009 год на дворе мне 7 лет мам покупает впервые ноутбук для работы а для меня это возможность пощупать и узнать что-то новое не проходит пару недель и моих задротских будней в дефолтные игрушки от винды 7 спидрам по пурбу поиски диван тортики поехали как мой друг детству узнает о том что у нас у нас появился ноутбук к тому времени уже был пока на котором он играл в разные игрульки существования которых я даже и не знал как-то раз я пришел к нему в гости и поиграл в эти игрульки там была фифа от которой меня тошнит всю жизнь вызывает чувство дискомфорта задней промежности ну ребята сорян кринжа как обычно будет много также была call of duty modern warfare 2 от которой был без ума ну прям на рил топ попробуйте поиграть пройдите заебись четко и какая-то непонятная криповая стрелялка на тот момент я не понимал что эта игра станет одной из любимых моих игр во всей жизни вдруг дал мне диск с call of duty modern warfare 2 и спустя недолгое время я и успешно прошел также очень долго в этой игрушке проходил всякие спецзадания за звездочки алды если помните с вас лайк затем как эта игра мне наскучила вдруг принес на флешке другую игру называлась она counter strike 16 кстати вчера я чуть не скрыл вены и удалил к с 2 кто также играет в свои любимые игры напишите комментарий смысл название к ски а также и расшифровку я не знал по двум причинам во первых мне было 7 или 8 лет тогда я английский плохо понимал и также особо не учил во вторых у меня не было интернета поэтому гуглить как сейчас инфу об этой игре я не мог отчего я гонял ботов по дефолтным картам до сих пор помню карту кс меншин там где я пока дозак эту сторону туннель пушил с водичкой из атериков выключал свет и сидел на втором этаже думая что меня не видно и правда так думал что в кске стелс также будучи ребенком я не знал что я играю против компьютера то есть против ботов я думал это реальные люди слова интернет для меня это было из ряда вон ибо я не понимал о чем идет речь играла я тогда года полтора затем начала обмениваться дисками с играми с друзьями по школе тот момент для меня открылись двери игровой индустрии на компьютере я был в шоке мне было все дико интересно но про контур я не забывал даже помню как карты пытался строить консольной команды изучать начал но все было безуспешно вот проходит 3 плюс минус года мне 11 лет родители подключили впервые интернет и мыши ловливые ручки потянулись будущие паутины порнухи буллинга и чернухи чем является интернет в данный момент интернет штука хорошая настолько что я начал смотреть прохождение по майнкрафту собственно говоря на что и подсел начал скачивать сборки ложка и всем привет дорогие друзья с вами ложкой после недолгу времени изучения разных модов я наткнулся на рекламу стима поскольку я не знал что и где искать в инете то искал на ю тубе там и ссылки открывал и пользовался достоверностью канал и так я впервые в 2013 году зарегистрировался в стиме создал свой первый аккаунт долго там рылся был шокирован от количества существующих игр в стиме или в мире если бы меня застали в тот момент вы бы были ваху из моего ебала я был настолько заинтересован и счастлив одновременно что настолько же разочарованным потому что все это стоило кровных монет чисто для справки пополнения и покупки в стиме я гуглил ибо считал что могут обмануть проходит некоторое время я натыкаясь на кс го в стиме естественно сразу понять я не мог что это за игра но привлекала она меня очень сильно чтобы понять что это я посмотрел на тот момент уйму видоса в интернете и понял что у серии counter strike есть полноценная антология игр в эту антологию входит кс 16 с condition zero кс source кс go это на тот момент было четыре игры о которых я знал держи в курсе на дворе 2013 год точно не помню но как-то я настроил киви кошелек на телефон мамы и закинул туда монетки и затем с этих монеток купил себе а шпак игр counter strike первую я пробовал ксс крутая динамичная игрулька но чего-то не хватало какой-то цели вот тогда и на смену всем играм скачанных на ноут мамы пришла кс го вы себе не представляете как много я в ней времени потерял это не описать словами но те эмоции которые подарила мне та игра их просто не переплюнуть к слову настолько не переплюнуть что на данный момент я проиграл в ней около 9000 мать его часов если взять все аккаунты в совокупности вместе ну ребята и по традиции я у вас как обычно выпрашиваю лайки все дела чтобы видосы продвигались дальше так что лайк влепи пожалуйста на первом моем аккаунте который успешно я наиграл где-то если припоминать 600 или 800 часов да именно поэтому я не могу его вам показать на блять потому что проебал чё и виноват что ли да и виноват идите нахуй тогда на том аккаунте у меня было звание двойных калашей матчмейкинге инвентарь не славился чем-то дорогим и также операции на тот момент я не покупал каким же я был счастливым когда после школы приходил домой играл в любимую игрушку именно в тот момент я начал подтягивать английский язык общаясь через переводчик с англоязычными тиммейтами о вот это было время конечно ребята 2014 году я создаю 2 аккаунт стима на котором играю очень долгое время там я наиграл где-то 3000 часов к с q примерно но даю аккаунт якобы лучшему другу из интернета которому доверяю он ловит вак блокировку вак это постоянно блокировка который зарабатывается с использованием стороннего пола внедряющийся в игровой процесс я расстроен ибо меня подвел якобы друг но не опуская руки я беру и создаю аккаунт для кэски в стиме это уже будет 3 аккаунт как вы понимаете я нашел для себя цель в игре вот 7 февраля 2022 года у меня примерно 7000 часов в общем в кс го я опугло было в матчмейкинге в напарниках быстрее взял там проще просто было я ебануться как радуюсь реву от счастья но происходит проблема я теряю смысл в игре но вспоминая про видосы мурза фикса игровую площадку файсет да там клево античит лучше реагует но игроки лучше играют и в тот момент я с головой ухожу на фейсет аптутся выше 6-7 левела для меня была проблема потому что я играл против каких-то роботов буквально в каждой катке меня преследовал киберспортсмен который шел к своей цели обыгрывая меня и вот долгожданный момент который ждали все ксеры выход к с 2 да 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 вот сейчас я это пишу 24 году блять 20 апреля чтобы вы понимали на дворе 2023 год спустя 11 лет валв выкатывает новую часть контер страйк радуются и ликуют все ксера на релизе кс 2 но спустя некоторое время радость уходит на второй план сменяя грустью ибо кс 2 оказалась хуже своего предшественника блять регистрация попадания хуйня дочка ванна мувмент хуйня античита нет единственное что хорошо это смоки и новая графика на это все достоинства кс 2 окончены а ну еще одно скины на цены дорожают как цены на горячие пирожки скины синего сегмента стоили 5 рублей а сейчас стоит по 15 и так в геометрической прогрессии но тем временем играя на фейсите я опу долгожданную десятку и да не шел к этому довольно долго сквозь токсиков смурфов я наконец-то апнул ёбаный десятый уровень фейси то гаджок газ тэкс фаргэм диди год логайс ляда дала реально реально я выиграю так ребята десятка да ладно десятый ловол фальсика и вот ребята по сути всех целей в любимой игре я достиг да и история для меня этой игры уже окончена добавить мне здесь больше ничего спасибо всем за внимание ребята я вас сгубу а Субтитры сделал DimaTorzok